Окей, хорошо, запись пошла. Еще раз всем добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, партнеры, клиенты. Значит, у нас сегодня онлайн-вебинар от Владислава Бермуды, но я начну, потому что мне важно, я хотел бы вам рассказать вообще, что сейчас будет происходить и до чего мы создали вот этот онлайн-вебинар. Значит, я начну издалека с самого начала. Значит, вы помните, что мы в феврале сделали мероприятие «Итоги года» в Крокусе, и на итогах года мы представили два новых продукта. Значит, мы вам показали веб-версию, это полноценный онлайн-магазин с платежным шлюзом, и вторым инструментом на нашей платформе стала история с сертификатами или кросс-маркетинг. И в феврале, тогда вот в феврале, впервые в Крокусе, в начале этого года, если вы помните, мы впервые начали говорить о том, что сейчас в процессе развития нашего продукта, в процессе развития платформы UDS, мы постепенно подходим к тому, что для нас продукт уже не как монолитный продукт, да, то есть это не как вот один продукт, то есть одна платформа. То есть мы этот продукт начинаем разбивать из монолитного продукта на отдельные инструменты. И то есть сегодня уже UDS, еще раз, это не монолитный один продукт, а это наличие большого количества инструментов на платформе, которые сегодня помогают предпринимателям в их деятельности. И на самом деле это очень важный момент. Почему? Потому что если мы посмотрим на наши продукты и на то, что наша платформа сегодня может, то там в нашем продукте можно выделить полноценные отдельные направления, там отдельные направления, можно сказать, в маркетинге, по которым можно создать там целые вебинары, целую там науку, книги писать, статьи писать и так далее. Например, у нас много на сегодняшний день инструментов, но, например, суммируя какие-то инструменты, можно, например, заниматься работой с клиентской базой. То есть это одно из направлений, которое, в принципе, с этого все вообще начинается на нашей платформе – работать с клиентской базой. То есть это отдельное целое направление на нашей платформе, по которой еще раз можно писать статьи, книги, отдельно проводить вебинары. То есть можно говорить, что UDS – это платформа, И на ней можно работать с клиентской базой. И там еще раз можно проводить целое обучение по тому, как клиентская база работает, как ее собирать, как с ней коммуницировать, как ее подогревать и так далее. У нас есть целое направление, это программа лояльности на нашей платформе. То есть это целое направление, это очень большая история, которая тоже в маркетинге, это целое отдельное направление, то есть программа лояльности, как создавать лояльных клиентов. Что у нас там еще? У нас есть возможность замерять источники трафика. Это тоже целая история в маркетинге, это тоже целая наука. Это тоже, этому тоже можно отдельно прям обучать, то есть не всей платформе, а именно конкретно вот этой истории, то есть как правильно их замерять, как их правильно увеличить, как сделать так, чтобы они были более конверсионными и так далее. У нас есть целое отдельное направление, это онлайн-магазин с платежным шлюзом, это тоже отдельная история, то есть есть просто отдельные продукты, которые предоставляют просто этот инструмент. Здесь тоже можно создать, это тоже целое отдельное направление маркетинга, там тоже можно создавать отдельное обучение по тому, как лучше его настраивать, как его сделать так, чтобы с него было больше покупок, ну и так далее. У нас есть целое направление кросс-маркетинг тоже, о котором я говорил, то есть это сертификаты и это тоже целое-целое направление. То есть и вот тогда, в феврале, в Крокусе, когда мы начали об этом говорить, о том, что мы уже не воспринимаем продукт как монолит, а мы воспринимаем продукт как платформа, на которой огромное количество самостоятельных инструментов, и они достойны быть самостоятельными. Уже тогда мы начали думать о том, как бы сделать так, чтобы мы могли классно подсвечивать, скажем так, давать заслуженное внимание каждому направлению. Потому что, я думаю, что вы понимаете, да, о чем я говорю, потому что, когда мы продаем просто монолит, просто продукт, возможно, клиент не увидит там, то есть не будет вот этой вот зацепки, за которой может клиент зацепиться. Но когда мы подсвечим отдельное направление, например, мы говорим, что вот, то есть будут клиенты, например, которые готовы там 30 долларов в месяц платить для того, чтобы просто работать с клиентской базой, для того, чтобы ее просто цифровать и для того, чтобы иметь возможность с ней коммуницировать. Просто уже даже за это готовы клиенту, например, платить. Ему больше ничего не надо, это его самая большая боль, и он готов в этом сфокусироваться. Но когда мы не подсвечиваем это отдельное направление, а говорим про весь монолит, то вот в этом монолите клиент может не разобраться. Например, клиенты готовы платить, может быть, 30 долларов в месяц только лишь за возможность иметь программу лояльности, уйти от скидочных карт, перейти в эту историю кэшбэка, бонусные баллы начислять и так далее. И клиенты готовы за это платить 30 долларов только лишь за это, если мы правильно, классно подсвечиваем это направление. Они готовы, возможно, есть клиенты, которые готовы будут платить 30 долларов только за то, чтобы иметь возможность считать источники трафика, то есть правильно их оценивать. Есть клиенты, которые будут готовы платить только лишь 30 долларов, только лишь за онлайн-магазин с платежным шлюзом. Ну и будут клиенты, которые готовы платить 30 долларов только лишь за кросс-маркетинг. То есть еще раз, вы понимаете, о чем мы говорим? Когда мы просто продаем Monolith, продукт один, клиент может там не разглядеть решение своей боли. Но когда мы классно, грамотно подсвечиваем отдельное направление, то тогда уже во всем клиент может увидеть то, что это есть конкретное решение моей боли, и я готов только с этим инструментом пользоваться и оплачивать абонентскую плату. Мы с этими мыслями живем, в голове у себя катаем эти мысли. И как-то это было в марте, я приезжаю на форум оффлайн, это было еще до пандемии, тогда еще мы проводили оффлайн-форумы. Он был в Сочи, я приезжаю, я там должен был выступать как спикер, и там выступал как раз Владислав Бермуда. Значит, я выступил, потом он после меня выступал, и я внимательно сидел, слушал его выступления, и после того, как он выступил, мы с ним встретились в фойе и решили попить кофе. Вот, значит, сели, разговариваем, и я говорю, Влад, слушай, вот ты говорил про кросс-маркетинг. Он говорит, да, я говорю, это очень крутая история. А мы, как компания, как платформа, мы создали инструмент, который может оцифровать этот бизнес-процесс. То есть убрать вот этот ручной труд у предпринимателя, вот в той области, про которую ты говоришь. И Влад говорит, слушайте, это вообще очень крутая идея, потому что, он говорит, я давно занимаюсь кросс-маркетингом, но я давно хотел бы создать какой-то инструмент, который мог бы эту историю оцифровать, но вот как-то все руки не доходили, и хорошо, что вы это сделали, потому что, ну, наверное, каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше всего. Вот, Влад, профессиональный спикер, он классно подает эту тему, а мы ребята, которые классно делают IT-продукты. Вот, и мы, значит, с ним об этом и разговариваем. И вы понимаете, да, когда встречается, с одной стороны, эксперт, у которого есть очень много экспертизы. Влад действительно эксперт сегодня номер один в кросс-маркетинге в России, в СНГ. Когда встречается эксперт, у которого очень много экспертизы, компетенция в этой области, и встречается, с другой стороны, платформа, то есть инструмент, который может оцифровать эти бизнес-процессы, здесь понятно, что накладывается, ну, то есть напрашивается коллаборация, какая-то коллаборация. И мы с Владом об этом говорили, и, значит, размешали, размешали, и у нас родилась идея, родилась идея начать с того, чтобы Влад записал курс по кросс-маркетингу, опираясь на то, как это может работать на платформе UDS. То есть он рассказывает то, о чем он рассказывал до этого, но еще добавляет то, что, ну, говорит о том, что вот эти вот все моменты, все вот эти бизнес-процессы, они уже есть на платформе UDS. И, значит, мы договорились вот пока на этом этапе коллаборироваться и вот этот курс создать. Более того, значит, я Владу показывал, как работают у нас уже тогда. Мы выпустили сертификаты, как они у нас работают. Затем, значит, наш директор по развитию потом наш продукт-оуэнер Сергей Костюжов, они делали несколько скайпов, несколько зумов для того, чтобы Влад дал свое видение, в каком направлении нам лучше развивать этот кросс-маркетинг. И когда это все дело формировалось, когда это все дело, значит, ну, мы готовили, у меня возникла такая идея, это же было бы здорово на самом деле всем, для всех нас с вами, чтобы какой-то конкретный эксперт в какой-то конкретной области, профессионал, мог приходить на платформу и становиться, ну, так скажем, неким амбассадором конкретного направления в продукте UDS. Потому что, еще раз, UDS – это не монолит уже, UDS – это много направлений маркетинга, много самостоятельных направлений маркетинга. То есть каждый инструмент наш, он действительно достоин того, чтобы его можно было выделить в целое отдельное направление. Ну, как бы, оно так и есть. То есть в маркетинге очень много всяких направлений, и под каждым направлением у нас есть инструмент. И, как правило, у нас на рынке под каждое направление в маркетинге есть какой-то свой эксперт, то есть человек, который очень хорошо в этом разбирается. И было бы здорово, чтобы у нас появлялись на платформе такие вот амбассадоры, эксперты, которые могли бы принести свою компетенцию и рассказать нашим клиентам, действующим и потенциальным клиентам о том, как они могут, например, в данном случае в кросс-маркетинге могут, как они могут включить у себя бизнесе, и как они еще могут пользоваться платформой. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вот. И, значит, в итоге мы вот это все время работали, и мы создали курс совместно с Владиславом, и этот курс, он у нас уже сегодня, буквально там через несколько минут появится в бэк-офисах. Значит, ну, после нашего вебинара он появится в бэк-офисах. Значит, и это курс, который, ну, там, скажем, первый вводный курс о том, где Влад будет рассказывать о кросс-маркетинге и будет рассказывать о том, как это применимо на нашей платформе, на платформе Udias. Мы можем все вместе этим курсом пользоваться для того, чтобы своих, своим клиентам давать, чтобы они разбирались в кросс-маркетинге, потому что, когда вы даете такой курс даже действующему клиенту, это говорит о том, что клиент будет заинтересован дальше потреблять продукт, то есть дальше пользоваться этим продуктом. То есть мы таким образом стимулируем потребление продукта нашими клиентами. Например, если клиент просто пользуется платформой, не знаю, там, просто цифрует базу, и вы ему дали курс, он понял, что еще можно заниматься кросс-маркетингом. Это говорит о том, что клиент, то есть у него, скажем так, появляется больше триггеров для последующего потребления продукта. Или вы, например, даете потенциальному какому-то клиенту посмотреть о том, что... То есть тут еще двух зайцев мы убиваем. То есть первое, это мы о кросс-маркетинге рассказываем, что это классно, мы говорим, что это есть у нас. И когда еще эксперт с очень громкими именем говорит о том, что вот Udias это хорошее решение вот именно в этом направлении маркетинга. Вот. И мы еще сделали не просто курс, а мы еще сделали так, чтобы вы получали вознаграждение, как мы привыкли, потому что мы хотим, чтобы каждый продукт, который мы добавляем на платформу, чтобы он был вознаграждением то, как мы привыкли. Вот. И, значит, по этому курсу тоже у нас есть вознаграждение, там есть и личное вознаграждение того партнера, который этот курс порекомендовал, эту рекомендацию кто-то купил, и есть вознаграждение по партнерской программе на 7 поколений вверх, как мы с вами привыкли. То есть при рекомендации каждого курса вы еще будете получать вознаграждение по нашему маркетинг-плану. То есть еще вот такая вот история есть. Вот. Ну, я думаю, что на этом все. Я, в принципе, все сказал. Я еще более подробно тоже еще раз об этом проговорю на наших итогах месяца, который будет на следующей неделе, приблизительно понедельник-вторник. Еще я об этом тоже скажу обязательно. А сейчас я хотел бы пригласить уже в нашу комнату Владислава Бермуду. Это эксперт номер один на рынке России и рынке СНГ по курс-маркетингу. Влад, мы тебя все ждем. Так, сейчас в начале ролик. который представит Влада. И потом будет Влад. Владислав Бермуда, вошедший в десятку самых востребованных спикеров по маркетингу в России. За последние два года провел более 200 мастер-классов, на которых побывали более 30 тысяч человек. Он выступал в Италии, Германии, Польше, Чехии, Казахстане, Узбекистане и в 35 городах России. Его креативный ум поражает, а революционные проекты обсуждают на федеральных каналах. Выступления почти всегда признаются самыми яркими и энергетически заряженными. Он выступал на одной сцене с такими мировыми экспертами, как Гаррет Джонстон, Майкл Бэнк, Джоди Собер. Среди его клиентов такие компании, как Мэйл Групп, Сузуки, Грасс, Гордиант, Кодекс, Татспиртпром, Додо Пицца и другие. Автор уникальной книги для предпринимателей. 88 креативных идей на миллион. Основатель школы кросс-маркетинга и гроу-хакинга, где учатся более 600 бизнесменов и маркетологов. Обладатель многочисленных премий в области предпринимательства, а также почетный член Европейской ассоциации преподавателей высшей школы Хистес. Посмотри на бизнес по-другому. Владислав Бермуда Раз, раз, раз! Друзья, всем привет! Как меня слышно? Как видно? Подскажите мне, пожалуйста. Поставьте, пожалуйста, плюсики там, восьмерочки, что угодно. Как меня слышно? Как видно? Супер! Супер! Ну что, погнали! В первую очередь хочу поблагодарить Вячеслава за эту возможность. Я действительно очень рад, что появился продукт, который весь мой, по большому счету, труд, который я проделал несколько лет, взяли и оцифровали это в IT-продукт. Вы большие молодцы. Я прямо действительно, когда раньше его не было, я смотрел на вашу платформу и думал, блин, вот хоть бы эти ребята бы сделали что-то вот такое вот именно применимо к росс-маркетингу с их мощностями, с их опытом в IT. И хоп, и они это сделали. Поэтому в первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что вы дали такую возможность ребятам. Я действительно до пандемии жил в самолет, и в среднем у меня было по 30 перелетов в месяц. То есть каждый день взлет-посадка, взлет-посадка. И я постоянно говорил о кросс-маркетинге, о том, что это один из самых уникальных инструментов, который может безбюджетно привлекать клиентов. Это то, что действительно может буквально на следующий день, то есть взять, сегодня применить и на следующий день получить результат без каких-то больших вложений, а иногда даже вообще без вложений. Очень много у нас продуктов и услуг, себестоимость которых гораздо меньше, чем стоимость потенциального клиента. И на этом можно очень круто играть. Например, мы сегодня с вами будем говорить о различных кейсах, о различных инструментах. Я вам покажу, что такое современный кросс-маркетинг. То есть раньше было такое, знаете, ощущение, что кросс-маркетинг это пришел в один магазин и получил скидку в 10% в другой магазин. Сегодня я вам расскажу, как продавать гораздо дороже за счет кросс-маркетинга, как экономить свои маркетинговые и рекламные бюджеты за счет кросс-маркетинга, а самое главное, каким образом выстраивать коллаборации и зарабатывать на нем. И могу раскрыть такой небольшой секретик, что за счет кросс-маркетинга можно зарабатывать не только на пришедших людях к вам, клиентов, но еще и на тех, кто не пришел, заинтриговал. То есть не обязательно, что человек должен к вам прийти, он может к вам не прийти, и все равно заработаете на этом. Поэтому, друзья, будьте внимательны, обязательно сейчас у кого есть возможность записывать, у нас с вами немного времени, и мне нужно вам взорвать мост, чтобы вы поняли для себя, насколько это применимо. Ребят, поставьте плюсики и погнали. Раз, раз. Все, отлично. Для начала я расскажу вам элементарный кейс. к примеру, у нас есть ресторан и есть салон красоты. Как вам такая акция? Покушай в ресторане на полторы тысячи рублей и получи полторы тысячи рублей, скажем, на массаж в салоне красоты. То есть это не 5% кэшбэк, не 10% кэшбэк, это 100% кэшбэк. Поставьте восьмерочки. Кто считает, что это хорошая акция? То есть ты пришел, на полторы тысячи поел и получил массаж за полторы тысячи. Я уверен, что это очень крутая акция. Но многие не понимают, как же это реализуемо. Это фантастика. Где прикол? В чем развод? Сейчас я вам расскажу конкретно, каким образом выстраивать вот такие вот наикрутейшие коллаборации. Мы берем, например, человека. к примеру, в среднем зарплата массажиста стоит около 50 тысяч рублей в месяц. Если мы выберем по стране. Ребят, не цепляйтесь к словам в каком-то городе меньше, в каком-то больше. Самое главное, чтобы вы технологию поняли. Самое главное, чтобы у вас появились новые мысли, новые идеи и понимание, как работает кросс-маркетинг. Значит, мы берем на зарплату человека, которому платим 50 тысяч рублей в месяц. И порядка 8 массажей в день, скажем, по 40 минут. Это значит, что этот массажист может в среднем в месяц сделать порядка 200 массажей. Правильно? Правильно. Это получается, если мы поделим 50 тысяч рублей, поделим на 200 массажей, мы получим себестоимость одного массажа в 250 рублей. И получается следующая картина. Мы вшиваем 250 рублей в повышенный средний чек в ресторане и создаем таким образом добавочную ценность. То есть, по большому счету, за скидку в 15%, потому что 250 рублей это где-то 15% от 1500, мы получаем маркетинговый инструмент 100% кэшбэк. То есть, по большому счету, мы покупаем с одной стороны оптом, продаем в розницу и таким образом ресторан гонит как раз-таки трафик в салон красоты. То есть, и мы получается, что за 250 рублей вшитые в повышенный средний чек, мы получаем возможность создания данного маркетингового инструмента. Мы можем пойти дальше, мы можем сделать еще круче. К примеру, салон красоты, к примеру, у него есть сертификаты стоимостью 1500 рублей, например, на массаж. мы берем и продаем оптом в ресторан, в розницу, в магазины, куда угодно. Продаем, скажем, по 200 рублей. Поставьте, пожалуйста, восьмерочки, кто считает, что реально продать то, что стоит полторы тысячи по 200 рублей оптом как маркетинговый инструмент в другие объекты, чтобы они вшили эти 200 рублей в свой повышенный средний чек и сделали такой вот маркетинг. Кто считает, что это реально продать по 200 рублей то, что стоит полторы тысячи? Конечно, конечно, это реально, друзья мои. И таким образом получается следующее. Мы продаем оптом, а доходимость, доходимость в использовании данного сертификата в использовании в среднем будет 10-15%. У меня огромное количество кейсов. Ребята, я каждый день работаю с компанией. За последний год более 300 компаний, с которыми я вошел в финансовые взаимоотношения и мы внедрили различные кросс-маркетинговые системы. Из них 26 компаний с оборотом от 1 миллиарда. И могу сказать, что люди не используют то, что им дается в подарок. То есть конверсия в доходимость порядка 10-15%, чтобы вы понимали. Самая большая доходимость, которая у меня когда-либо была, это мы давали игрушку Lego за 2,5 тысячи рублей и надо было пройти 500 метров. И там доходимость была 25%. Когда мы отправляли людей в Европу и нужно было просто покушать в ресторане и лететь в Европу туда и обратно совершенно бесплатно в 7 стран, конверсия в вылет составила 11%, друзья мои. если кто-то сейчас сидит и думает блин, ну я бы точно пошел. Ребят, вспомните сколько у вас нереализованных сертификатов, которые у вас лежат дома. Но самое главное, что вот даже вот эта цепочка, про которую я сейчас вам рассказываю, ее можно уже оцифровать. То есть ребята взяли ее и оцифровали и теперь это можно не просто печатать и ходить с этими сертификатами, как я раньше везде эту историю внедрял, а можно просто взять и сделать из этого электронные сертификаты. А самое главное, что можно взять и теперь аналитику просчитать. То есть не поверить на слово, как тоже у меня раньше было. То есть приходят, там сдаются эти бумажки и там сколько бумажек, сколько сертификатов ты сдал, значит столько человек пришли. Понятное дело, что это такая, знаете, прошлый век. И теперь это есть возможность оцифрованная и с аналитикой со всеми, кто дошел, кто не дошел, какой средний чек, как это. И это очень круто. Согласны со мной, ребят? Поставьте восьмерочки, кто согласен, что действительно круто, что это все теперь можно перевести в электронный формат. да, 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 Вот, то есть, грубо говоря, просто мы берем два объекта, может быть, три объекта и с одной стороны создаем добавочную ценность, а с другой стороны создаем закон богатства. Закон богатства звучит следующим образом. Для того, чтобы что-то получить, сначала отдай. Давайте разберем еще один кейс, чтобы вам было понятно. Ну, к примеру, недавно обращается ко мне эта ветеринарная клиника и говорит, Влад, слушай, что делать? Вот у меня ветеринарная клиника, что делать? Я говорю, какой у тебя самый высокомаржинальный продукт? Он такой, этот, стрижка когтей. Я говорю, отлично, сколько стоит? Он говорит, ну, стоит 200 рублей. Я говорю, а сколько себе стоимость? Он говорит, ну, сколько, ну, максимум рублей 50. Я говорю, отлично, а сколько ты тратишь деньг на каждого привлеченного человека к тебе в ветеринарную клинику? Он посчитал и сказал, где-то от 300 рублей. А теперь смотрите, теперь скажите мне, пожалуйста, давайте с вами сейчас подумаем вместе. Мы берем и делаем годовой сертификат на стрижку когтей. Год. Сколько этот годовой сертификат может стоить, если одна стрижка когтей стоит 200 рублей? Как вы думаете, ну, вот психологически у человека, сколько это может стоить? Напишите цифру. То есть, год безлимитно человек может приходить и стричь когти своему питомцу. Сколько это может стоить вообще у человека в голове? Две тысячи, смотрю. Ага. Какие еще варианты? Ага. Две, две, полторы, две. А теперь смотрите, мы берем, делаем сертификаты электронные на платформе и ставим номинал две тысячи рублей годовой абонемент на стрижку когтей. И потом продаем эти годовые абонементы по 200 рублей или по 100 даже рублей, без разницы, в другие различные магазины. Можно даже в рестораны, в розницу, в общепит, куда угодно. Скажите, кто считает, поставьте плюсики, кто считает, что можно годовые абонементы продать оптом по 100 рублей? То есть, годовой абонемент стоимостью 2000 рублей продать по 100 рублей оптом большими объемами, чтобы те вшили эти 100 рублей в повышенный свой средний чек и создали таким образом рекламную кампанию. к примеру, если ты у меня сделаешь в салоне красоты простой маникюр, ничего не получаешь. Сделаешь шелак, получаешь годовой абонемент на стрижку когтей для своего питомца. Как вам? Вот это акция. Вот это я называю крутейшим маркетингом. Понимаете? А теперь вопрос, а где же математика? В чем прикол? Все очень просто. Мы вперед продаем по 100 рублей то, что стоит 2000, годовой абонемент хотя бы, не знаю, консервы для своего питомца. Он уже отбил все эти деньги. При этом мы можем сделать, стимулировать еще дополнительную эту всю историю. Раньше мы знаете, как это делали? Очень круто. Мы выдавали 3Т-карточки. Если 3Т-карты это карты, которые ломаются на три части, если кто-то не знает. И на каждой из этих частей мы писали номинал. Номинал 1000 рублей при покупке на 10 тысяч рублей, 100 рублей при покупке на 2 тысяч рублей. То есть номинальный с дедлайном. И дальше человек становится нашим агентом. По большому счету. Он пришел, получил сертификат, он пришел, подстриг когти, он обошелся в 50 рублей. Возможно, он купил. И плюс он становится нашим агентом. Как вы уже догадались, с платформой UDS это сделать можно все в цифровом формате. То есть не надо этих карточек, не надо вот этих сертификатов. Просто взяли и вы потом после нашего с вами вебинара вы просто посмотрите, как это еще раз работает, и вы поймете, что ребята уже реализовали. Есть какие-то моменты, над которыми мы сейчас работаем, то есть апгрейд, то есть какие-то вещи, которые были бы еще круче, но как вы понимаете, мясо наращивать можно очень долго, но уже функционал очень крутой, и они большие молодцы. Поехали дальше. Ребят, кому понятен кейс с ветеринарной клиникой, поставьте пожалуйста восьмерочки. Я просто не могу читать ваших комментариев, потому что это очень мелко находится. Да, точно, удобно, все, можно сразу. Да, да, отлично. Я думаю, что это не самый сложный кейс, сейчас я вам буду говорить еще более крутейшие схемы, чтобы у вас вообще голова просто перевернулась кругом. Но только единственное, я сразу могу сказать, что у меня есть побочный эффект, это мысли потом просто не покидают очень долго, то есть различные идеи, как, что, чего, и это совершенно другой образ жизни. У меня есть школы, и там у меня ученики учатся, и там они просто по-другому совершенно мыслят. Вот, и давайте еще один кейс разберем, ну, такой из простых. К примеру, берем, ну, что бы такое взять? О, давайте, есть таргетолог, например, вот недавно обращается таргетолог и говорит, Влад, слушай, у меня таргетинг, я занимаюсь таргетингом, продаю, что мне делать, как? Я говорю, сколько стоит? Он говорит, 30 тысяч. Я говорю, смотри, давай так, 30 тысяч рублей у тебя стоит таргетинг, но это не самое как бы, ну, дешевое там в месяц. И он говорит, да, ну, раньше было много клиентов, а сейчас после пандемии, ну, во время все пошли онлайн, что делать? Я говорю, слушай, а если ты, например, сделаешь 100% кэшбэк на какой-то продукт, который тоже нужен предпринимателям, скажем, что ты платишь 30 тысяч рублей на таргет и 30 тысяч получаешь обратно на дизайн, то есть на дизайн для своей компании, то есть ты получаешь сертификат на 30 тысяч, который ты можешь использовать на дизайн. Поставьте двоечки, кто считает, что это хорошая акция, что она действительно может сработать, то есть если ты работаешь со мной по таргету, все деньги потраченные, как бы, я возвращаю там на дизайн, ну, то есть и дизайнер делает какую-то работу, кто считает, что это хорошая история? Конечно, конечно, это наикрутейшая тема, конверсия 100% будет совершенно другая, а теперь вопрос, как же это сделать? Смотрите, мы опять, мы опять начинаем считать, то есть кросс-маркетинг, там, конечно, цифр много, но если вы в этом разберетесь, вы просто, вы по-другому реально не сможете, ну, это очень круто. Смотрите, значит, в среднем зарплата дизайнера, если мы берем его на оклад, порядка тоже 50 тысяч рублей, где-то 30, где-то 60, как бы, возьмем 50 тысяч рублей, и дизайнер может в среднем сделать около 25 презентаций, презентаций за месяц, то есть один нормальный дизайнер делает одну презентацию, там, 10 слайдов в среднем за один день, это совершенно нормальная история, и получается следующее, то есть если мы за 50 тысяч берем дизайнера, то он делает 25 презентаций за месяц, это значит, что одна презентация нам обходится в себестоимость 2000 рублей, а это значит, а рыночная стоимость этой презентации около 10, ну, то есть в среднем рыночная стоимость один слайд 1000 рублей, но я вот всегда оплачу у знакомых огромное количество, ну, в среднем это рынок по России, и получается, что мы за 2000 покупаем 10 тысяч, если мы берем сначала оптом, а потом отдаем в розницу, и получается следующее, для того, чтобы нам получается отдать 30 тысяч 100% кэшбэк, нам нужно отдать 3 по 10, 3 по 10, каждый из них нам обходится 2, то есть получается наша себестоимость 3 по 2000, и получается, что, чтобы нам отдать 30 тысяч кэшбэка на дизайн, у нас себестоимость получается 6000 рублей, мы вшиваем эти 6000 рублей в повышенный, ну, точнее, даже в этот чек 30 тысяч, зарабатываем не 30, а зарабатываем 24, но при этом делаем наикрутейший маркетинг, делаем 100% кэшбэк на то, что у них уже есть, и опять же, этот сертификат может сделать дизайнер, то есть, мы можем просто их сделать на платформе на эти 30 тысяч, и потом, опять же, их можем даже продавать, исходя из недоходимости, исходя из недоходимости, мы можем получать совершенно крутейшие цифры, вы все прекрасно, ну, наверное, многие из вас знают, что у меня есть книги, и они продаются по 5, по 8 тысяч рублей, достаточно успешно, то есть, и вопрос, как же я это сделал, как я продавал, и продаю до сих пор книги по 5 тысяч рублей, при рыночной стоимости там, 700 рублей, очень просто, я создал добавочную ценность, за счет кросс-маркетинга, я прозвонил своих подрядчиков, и они мне отдали сертификаты на различные свои услуги, потому что я им введу платежеспособную аудиторию, то есть, грубо говоря, человек делает лендоз, трехэкранный лендинг, рыночная стоимость 5 тысяч рублей, мне он это отдает бесплатно, потому что ему нужны мои платежеспособные клиенты, потому что человек, который купил книгу за 5 тысяч рублей, это платежеспособный человек, и он получает леда, дальше мне фотографы отдают фотосессию, юристы отдают трехмесячное юридическое сопровождение три составленных договора, там эти бухгалтера отдают бухгалтерию, дизайнеры дают дизайн, то есть, я собираю по сути вот эту добавочную ценность и добавляю к своему продукту, и получаю добавочную ценность к книге в размере 50 тысяч рублей, и получается, что за счет вот этого кросс-маркетинга, за счет того, что я собрал рынка со своих подрядчиков то, за что они готовы отдать взамен на платежеспособного лида, я получил возможность продавать в восемь раз дороже рынка, и при этом люди покупают и говорят, блин, как круто, это самая дорогая книга, которую я когда-либо покупал, но обалдеть, как круто, если бы не кросс-маркетинг, если бы не вот эта, если бы не схема с добавочной ценностью и законом богатства, то есть они мне отдают, а потом получают, у меня бы этого не получилось, и это все можете сделать вы, и те партнеры, с которыми вы будете работать, здесь ничего сверхъестественного нет, вы это поймете, когда начнете погружаться, вот Вячеслав правильно сказал, что тот курс, который мы сейчас записали, он прямо очень простой, то есть его можно пересматривать и понимать, то есть и как только вы поймете вот эти вот, где можно играть, где можно создавать добавочную ценность, где можно вести трафик безбюджетно, ребят, вы просто к любому будете заходить партнеру, к любому потенциальному клиенту, говорить буквально пару фишечек и все, он говорит, ребят, я ваш. Чтобы вы понимали, у меня стратегии, которые я составляю, кросс-маркетинговые, в среднем стоят одну тысячу долларов, то есть и люди готовы платить за это, за вот эту информацию, эти цифры, и таких достаточно много, могу сказать, а это значит, что это востребовано и это значит, что вы должны в этом разобраться, вот что это значит. Давайте я вам расскажу еще один кейс, который перевернет ваше сознание. Только прежде, чем вы его сейчас услышите, я вас попрошу ручку и бумажку около себя иметь, потому что вот то, что я вам сейчас скажу, когда вы это поймете, вы поймете, что вы просто маркетингом вы не занимались, ну то есть, потому что я сейчас расскажу, как вы можете зарабатывать на тех, кто к вам не пришел, на тех, кто к вам не пришел, как зарабатывать. Но это трэш, но это взрыв мозга, поэтому приготовьтесь. Смотрите, я это расскажу на примере стоматологии, но это не значит, что если у вас нету стоматологии, то вы пойдете сейчас пить кофе. Нет. Важна технология, как это происходит, чтобы вы это поняли. Постараюсь максимально простым языком и максимально простыми цифрами вам об этом рассказать. Смотрите, возьмем стоматологию. В среднем в стоматологии стоимость чистки две с половиной тысячи рублей. Запишите у себя где-нибудь две с половиной тысячи рублей чистка. Вот эти цифры, которые я сейчас буду называть, записывайте где-нибудь. Это очень полезно будет вам. В среднем, значит, чистка стоматологии стоит две с половиной тысячи. Длится она сорок минут. Пишите. Возьмем, что специалист может сделать девять чисток в день. Это более чем реально. Девять чисток в день он может делать. В среднем зарплата человека, который с утра до вечера будет чистить зубы, мы возьмем 50, давайте 60 тысяч рублей. Ну, что прям нормально. То есть средняя 60 тысяч рублей, и он с утра до вечера чистит зубы. Это более чем реально. Дальше поехали. 60 тысяч рублей и он делает. Дальше. Средний чек в стоматологии 10 тысяч рублей. Кто-то просто дырочку запломбировал, а кто-то сделал брекеты, кто-то отбеливание. Возьмем 10 тысяч рублей. маржинальная прибыль получается 5 тысяч рублей. То есть из 10 в среднем они зарабатывают около 5. Ребят, смотрите, кто-то сейчас у кого-то в голове возможно другие цифры, у кого-то больше, у кого-то меньше. Не цепляйтесь к цифрам, я вас прошу. Не надо говорить, а ты налоги посчитал, все мы сделаем пессимистично, а потом, если захотите, умножите это еще в несколько раз. Значит, и получается 5 тысяч рублей они зарабатывают из 10. Теперь напишите мне, пожалуйста, как вы думаете, какая конверсия из тех, кто пришел на чистку станет клиентом, то есть ему чистят зубы, и он говорит, слушайте, у вас тут дырочка, давайте залечим, он говорит, да, давайте залечим. Вот сколько процентов из чистки перейдут клиента, скажите мне, пожалуйста, как вы считаете? В основном стоматологи говорят о том, что 70%, но мы возьмем 30%, мы возьмем 30% в пессимистичную историю, и посчитаем, что из тех людей, которые пришли на чистку, 30% перешли в контракт. Поэтому следующее, мы делаем 9 чисток в день, 9 чисток мы можем делать в день максимально, ну, не максимально, но взяли эту цифру, а 30% это значит 3 чистки переходят в контракт, каждая получает 5000 рублей, то есть 10 это средний чек, 5000 рублей это прибыль, получается, мы взяли 3 умножаем на 5, получаем 15, 15 умножаем на 30 дней, получаем 450 тысяч, вычитаем зарплату 60 тысяч, остается 390 тысяч, вы сейчас скажете, ну, это же возможно только при том, что полностью загружены на чистку, где же загрузить полностью, чтобы было 9 чисток, а теперь скажите мне, пожалуйста, поставьте плюсики, кто бы из вас хотел создать добавочную ценность к своему продукту либо услуге в виде профессиональной чистки за 2500 рублей, то есть при покупке вашего продукта либо услуги человек получает профессиональную чистку в стоматологии за 2500 рублей, кто бы хотел бы создать себе такую добавочную ценность, поставьте плюсики, да, да, конечно, ребят, много, конечно, практически все вы реально хотели бы это сделать, ну, обычно на мероприятиях, которые я делаю, я вижу вот эту конверсию, теперь понятно, откуда 9 чисток мы собираем в день, а теперь смотрите, теперь самое главное, теперь то, что перевернет ваше сознание, ребят, а кто из тех, кто поставил сейчас плюсики, готов был бы заплатить 200 рублей за этот сертификат на чистку за 2500 и внедрить к себе в бизнес как добавочную ценность, поставьте двоечки, двоечки поставьте, кто бы готов был заплатить 200 рублей, чтобы получить сертификат на 2500, вшить его к себе в продукт и создать таким образом добавочную ценность, практически все те же самые, друзья мои, а теперь внимание, поставьте, пожалуйста, как вы думаете, какая конверсия доходимости будет из тех людей, которые получат сертификат возможность данной чистки и дойдут и воспользуются реально почистят зубы, какая конверсия в процентах из тех людей, которые получат эту возможность и реализуют эту возможность как вы думаете в данном случае? Да, молодцы, молодцы, вот уже 10%, друзья мои, 10%, а это значит, а это значит то, что из один из десяти дойдет, это значит, что каждый пришедший принесет стоматологии 2000 рублей, мы продали вперед по 200 рублей, я, я стоматология, я вам продал по 200 рублей оптом, вы создали к себе добавочную ценность, сделали наикрутейший маркетинговый инструмент и создали к себе добавочную ценность, получили деньги, я продал вам оптом по 200 рублей, каждый десятый стал ко мне приходить и использовать его, 10%, каждый получается, что мне принес 2000 рублей, получается, 200 умножаем на 10, 2000, а теперь смотрите, сколько человек ко мне дошли, 9, 9 человек ко мне дошли каждый день, и 2000 мы умножаем на 9 и получаем 18000, 18000 умножаем на 30 дней и получаем 540 тысяч рублей, можно зубы не лечить, можно просто открыть чистку и получать 540 тысяч рублей за счет просто кросс-маркетинга, за счет того, что я вам отдал по 200 рублей оптом, каждый дошел 10% доходимость, они дошли 2000 с каждого, 9 человек 540 тысяч рублей, вы понимаете о чем я? То есть мы зарабатываем не только на тех, кто дошел, но и на тех, кто не дошел, а другие используют это в качестве добавочной ценности и получается, что если мы 540 еще прикрутим сколько у нас там 390 это на допродажах на допродажах получается, то получаем порядка 900 тысяч рублей просто за счет данной схемы. Теперь вопрос, вы наверное спросите, а сколько же это мне надо партнерок сделать, сколько мне нужно договориться с разными людьми, с компаниями, чтобы сделать вот это 900 тысяч рублей. Давайте посчитаем, если в среднем в ресторане например 150 чеков, то на повышенный средний чек, где мы даем сертификат например, мы возьмем 30%, 30% это 50 человек, как я и сказал 10% только дойдут и воспользуются, то есть получается с каждого ресторана в среднем 5 человек реально могут дойти. И получается для того, чтобы реализовать всю вот эту историю, нужно договориться с двумя тремя ресторанами и вот пожалуйста дело в шляпе. Блин, ребят, ну давайте сейчас быстро посмотрю, какие вопросы у вас. Просто у меня тут так мелко, у меня что-то этот... Да, 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 примерно так. Ну что такое, если вот 2700 надо раздать сертификат? Ну такое посчитайте. Это если мы возьмем например какую-то розницу либо еще что-то, где-то например где 100 чеков в день и вот пожалуйста 50 даже если получат, то это получается полторы тысячи в день с одной какой-то точки, ой, не в день, в месяц с одной точки может быть. То есть вопрос просто договоренности. Еще очень важный момент, ребят, вот у вас сейчас много вопросов, ребят, в курсе, вот я на огромное количество этих вопросов отвечаю, то есть при этом сейчас основная задача, чтобы у вас начали, началось вот именно в голове новые мысли, новые идеи. Вы потом доработаете это, доработаете с точки зрения цифр, доработаете с точки зрения своего бизнеса, то есть кто-то занимается одним, кто-то другим, кто-то третьим, кто-то четвертым. Моя задача, я не могу просто сейчас там за вот эти 50 минут рассказать по каждому бизнесу. У меня больше 300 компаний прошли через меня, то есть во всех нишах. И могу сказать, что эта технология работает практически везде. Вопрос только маржи и вопрос продукта. Очень важно выбрать высокомаржинальный продукт, где себестоимость меньше, чем стоимость потенциального клиента. И если у вас такого продукта нет, его можно купить, его можно взять у других, понимаете, и таким образом его получить. То есть у меня есть список таких продуктов, 112 продуктов, где себестоимость меньше, чем стоимость потенциального клиента. Ну, то есть затрачиваем на что-то. Например, мы возьмем там то же самое, Я очень часто приводил раньше пример с кофе, то есть себестоимость кофе, ребят, 10 рублей, рыночная его стоимость в среднем 200 рублей, 150 рублей кофе продается, то есть если мы сделаем, например, электронные сертификаты на платформе UDS и мы сделаем, например, месячное безлимитное кофе, к примеру, то есть мы можем, как вы думаете, за сколько оптом мы можем партнерам продать безлимитное месячное кофе в хороших ресторанах в ваших городах, то есть целый месяц безлимитно он пьет кофе, сколько это может стоить вообще, сколько этот сертификат может стоить, как вы думаете? Безлимитное кофе в течение месяца в крутых ресторанах в вашем городе, сколько это может стоить? 5 тысяч, 5 тысяч, 5 тысяч. А теперь скажите, представляете, сколько партнеров согласятся купить данные, например, сертификаты рублей по 200? Ну, представляете, 200 рублей. Вот вы пишете, это стоит 5 тысяч, а надо продать оптом по 200 рублей. Вы спросите опять, где математика, Бермуда, ты че у нас тут это? Да, ребят, да все очень просто. Вы оптом продаете по 200 рублей и каждый дошедший приходит в ресторан и обходится ресторатору всего лишь в 15 рублей. 15 рублей стоит себестоимость этого кофе. И любой адекватный нормальный ресторатор с удовольствием возьмет чью-то чужую базу за каждого пришедшего за 15 рублей. Понимаете? Вот и математика. А вы при этом еще можно заработать на вот этой коллаборации, на организации даже вот этого кросса можете заработать. У меня, многие мои ученики, они даже сами ничего не делают, они просто организовывают вот эти процессы и берут просто, ну, комиссию и все. Просто зная вот этот материал, зная те знания, которые я несу. Ребят, вы должны понять то, что мы всегда принимаем самые лучшие решения, но только оно обусловлено двумя вещами. Это опытом и это знаниями. Для того, чтобы вы принимали еще лучшее решение, вам нужно еще больше знаний, еще больше опыта. Сегодня вы получили еще знаний, вы получили какие-то новые моменты. Вопрос с доходимостью, но для многих это открытие. Ребят, в СПА-центр мы давали сертификаты на 5000 рублей, доходимость 18%. То есть это более, и несколько раз мы эту историю делали. Многим кажется, например, там я когда веду переговоры там со СПА-центрами и пытаясь, ну, там говорю, давайте я у вас выкуплю оптом то, что у вас стоит там 5000, я у вас выкуплю за 1000. Они говорят, нет, к нам типа все зайдут. Я говорю, окей, я оплачу каждого дошедшего. Они такие, не вопрос. Согласитесь, это хорошее предложение. То есть я делаю рекламную кампанию, и к ним приходят люди, и я еще за каждого плачу. То есть я веду к ним клиентов, и каждого оплачиваю, который к ним пришел. Ну, по-моему, это просто отличное предложение. И, конечно же, договориться несложно по этому поводу. Но как только он понимает то, что доходит там буквально 10-15%, они приходят ко мне и говорят, Влад, а можно по старинке? Можно вот это по 1000 рублей оптом у тебя, ну, чтобы ты купил? То есть, понимаете, как бы сначала это, конечно, кажется, может быть нереально. Но когда ты начинаешь тестить, когда ты начинаешь эту историю все делать, ты понимаешь, что это очень круто. Фитнес-клубы – это же вообще, фитнес-клубы – это вообще первые мои любимые клиенты. У них доходимость вообще маленькая, а рыночная стоимость огромная. Мы берем просто, например, вы продаете журнал, например, рекламу вы продаете. И важно дать психологическое спокойствие для своего клиента. Или, кстати, даже те же самые лицензии, которые вы можете там тоже, вы партнерные лицензии продаете. Важно дать психологически человеку, что если вдруг у него что-то не сработает или что-то там ему не понравится еще, он ничего не потеряет. Если вы дадите эту психологическую историю, конверсия в сделку, она увеличивается в разы. Например, ко мне обращается журнал и говорит, Влад, мы продаем по 60 тысяч рублей рекламу. Что делать? Я говорю, ребят, смотрите, мы берем и прикрепляем годовой абонемент в фитнес-клуб крутой стоимостью 60 тысяч рублей. Он говорит, как это? Я говорю, вот как вы считаете, вот это хорошая акция? Дай рекламу на 60 тысяч в хороший журнал и получи годовой абонемент в крутой фитнес-клуб за 60 тысяч рублей. Поставьте восьмерочки. Кто считает, что это очень крутая акция? Раз, раз. Да. Да. А теперь вопрос, как же это сделать? Ребят, смотрите, доходимость фитнес-клуба в среднем 10-15 процентов, если это масс-маркет. Не какие-то элитные там, а вообще, ну, как бы обычная история. То есть это из тех даже, кто покупает. И получается следующее. Мы оптом выкупаем у фитнес-клубов по 15 тысяч рублей годовые абонементы, которые стоят 60. И получается следующее. То есть исходя из доходимости, каждый дошедший уже фитнес-клубу принесет больше 100 тысяч. Не считая дополнительных тренировок, не считая там массажей, не считая там еще всей этой истории. А обычная стоимость у них 60. И поэтому, если когда я много работаю с фитнес-клубами, если здесь есть фитнес-клубы, то вы сразу поймете. То есть вам выгодно отдать, например, в четверть дешевле оптом вперед, причем уйти в кэш, гораздо выгоднее, чем продавать, вот грубо говоря, в розницу. Те создают добавочную ценность, до вас доходит там, дай бог, 10-15 процентов, и вы получаете гораздо больше. При этом еще допродавая еще кучу всего другого. А те вшивают в 60 тысяч вот эти 15 тысяч рублей и зарабатывают 45 вместо 60 и получают, но совершенно с другим маркетинговым инструментом. Ребят, у меня таких кейсов, ну, огромное количество. Я могу, у меня три программы по 8 часов. То есть, когда я летаю, вот недавно был в Крыму на гастролях, у меня было 5 выступлений по 5 часов в 4 городах Крыма. Администрация меня купила. Вот, и могу сказать, что постоянно практически там был новый контент. Ну, то есть, поэтому по всем нишам, по всем каким-то там решениям все можно сделать. Вот, я буду потихонечку, потихонечку заканчивать. И могу сказать единственный, кстати, очень важный еще момент. Ребят, вы когда будете партнериться, вы когда будете приходить к кому-то, вы должны знать одну вещь. Что какое бы гениальное решение бы у вас не было, когда вы приходите и просите, то вы занимаете проигрышную позицию. Как только ты приходишь к человеку, ты уже ему потенциально неинтересен. Вы это должны были прочувствовать, когда делали исходящее. Вы все верите в то, что у вас крутой продукт. И я верю в то, что вы сделали мега крутейший продукт. То, что Вячеслав со своей командой сделали наикрутейший, высокотехнологичный продукт, это точно. Но многие это, ну, то есть они даже не хотят в этом разбираться. То есть они не, ну, потому что вы к ним приходите. Поэтому максимально нужно делать следующее. Максимально нужно создавать информационное поле, чтобы они к вам приходили. Есть колоссальное количество инструментов. Я, кстати, в курсе тоже этими инструментами делюсь. понять, как именно входящую историю делать. Потому что как только ты приходишь, это уже проигрышная ситуация. Согласны? Да. Вот. У меня был такой пример. Значит, звонит мне женщина и говорит, Влад, слушай, я вот была у тебя там на мастер-классе. И я решила в спа-центре. У меня спа-центр. И у меня сертификаты стоят 5000 рублей. Я, ну, как бы двухчасовые, двухчасовое спа. И я хочу дать крутые рестораны, то есть чтобы они при повышенном среднем чеке отдавали мои сертификаты. Потому что мне это выгодно. То есть я хочу, то есть все люди, которые ко мне приходят, они дальше идут, идут, ну, как бы из этого. Только единственное, что мне нужна более премиум, как бы, аудитория из дорогих, например, ресторанов. Я прихожу к одному ресторатору и говорю, у меня есть 100 сертификатов, каждый по 5000 рублей. И, типа, на полмиллиона берите в подарок, создайте добавочную ценность, подарите своим випам. Как вы думаете, что рестораторы говорят? Она мне интересна. Она идет к другому ресторатору и говорит, у меня на полмиллиона есть 100 сертификатов по 5000 рублей, ко мне в крутое спа, возьмите. А ресторатор говорит, она мне интересна. Она звонит мне и говорит, Влад, что такое? Я им по полмиллиона хочу подарить, сделать крутую штуку. Как бы это классный подарок, как бы там, ну, все. А они говорят, она мне интересна. Я говорю, смотри, давай по-другому. Давай ты придешь к ресторатору и начнешь у него просто спросишь, скажешь. То есть, Иван Борисович, скажите мне, пожалуйста. Вот я, у меня есть свой спа. Я хочу сделать сертификаты по 5000 рублей на двухчасовой спа. И создать коллаборацию с ресторанами, чтобы они своим вип-клиентам подарили мои сертификаты. Скажите, как это лучше сделать? Как выгоднее для ресторанов, для, ну, как это лучше сделать, чтобы все были довольны? Подскажите. Она такая, поняла. В итоге она пропадает, возвращается и говорит, Влад, ты не поверишь. Я еще даже не успела сказать, что я им готова бесплатно отдать эти сертификаты. А они уже говорят, давай мы у тебя по тысяче их оптом себе выкупим и создадим к себе, ну, там, подарим своим вип-клиентам. То есть она еще даже не успела сказать, что она готова их бесплатно отдать. И разница только в одном. В первом случае она приходила и занимала позицию просящего, а во втором случае она вшила в голову определенную информацию этому человеку и сделала так, как будто он сам додумался до этого, и он сделал ей предложение. Понимаете разницу ключевую? То есть и это просто разные методики, разные истории, которые действительно работают. То есть 90% людей в основном они вот идут и как бы вот, пожалуйста, вот посмотрите, вот, пожалуйста, вот визиточка, вот, пожалуйста, вот коммерческое предложение. Ребят, сейчас огромное количество вариантов, сейчас это уже гораздо сложнее работает. Не скажу, что это вообще не работает. У многих даже, многие наточились, я знаю, которые люди, которые исходящие делают, любая встреча идет в контракт или практически. Но это больше исключение, чем правда. Согласны? То есть вы приходите, например, и говорите, ребят, у нас гениальный продукт. Человек говорит, да, это продукт гениальный. Ты говоришь, давай деньги, говорит, нет, это же постоянная история. Так вот, как раз-таки за счет кросс-маркетинга, за счет тех технологий, которые я даю, как раз вы это сможете сделать по-другому. Поэтому, ребят, еще раз я вас благодарю за внимание. Я надеюсь, что я вам немножечко в голову вбил определенной стратегии, определенной штуки. Ребят, поставьте, пожалуйста, оценочки. Вам понравилось вообще то, что я сегодня довез? Если я не просто так потратил время, скажите мне, пожалуйста. Отлично. Хорошо, хорошо. Ребят, да, действительно очень круто то, что теперь это все можно сделать в IT. Не надо печатать вот этих вот сертификатиков. Не надо там делать эти карточки. Не надо тратить деньги на полиграфию. То, что ребята сделали, это реально круто. И могу сказать следующее. Когда вы начнете это внедрять, когда вы начнете этим пользоваться, я так понимаю, что там что-то там 30 долларов это стоит в месяц или что-то из этой серии, но это вообще не те деньги, как вы понимаете. Это на одной же акции, буквально же в первый же день вы эту историю сразу все отбиваете. То есть и как только вы начнете пользоваться, вы также сможете, я уверен, что если есть, то круто, если нет, то надо обязательно создать это, ну, куда можно отправить свои какие-то предложения по апгрейду, чтобы было удобнее, чтобы было более качественнее в плане того, что, ну, команда круто, я как эксперт круто. То есть, но если будут люди еще обычные, ну, которые внедряют эту историю к себе тоже писать, чтобы сделать, чтобы было гораздо удобнее и эффективнее, да, это было бы просто мощь. И мы тогда сможем вместе с вами создать тот продукт, который вам и просто будет внедрять к себе, и просто будет развивать, и вам не придется там кого-то убеждать или еще что-то с этим связанное. То есть мы сделали максимально просто, максимально понятно, вот, а остальное все за вами, друзья мои. Я вас благодарю, вот, за внимание. Меня можно найти в Инстаграме, вот. Вот, был рад быть для вас полезным. Увидимся с вами на курсе. Спасибо. 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 Спасибо.